всем добрый день на канале вязание от ангелина озимок сегодня у нас такой вот мотив достаточно интересный как вам кажется интересный квадратный мотив и плюс схема схему вот такая тоже очень несложная можно связать по схеме можно связать по видео мастер-классу как вам будет удобнее я все покажу расскажу и научу давайте смотреть а вот такие красивен красивенные красивенные ниточки слонинский микс 4 сложения и и очень интересная схема квадратный мотив для начала потом мне интересная задумка пока сегодня вяжем мотив 1 2 3 4 5 6 воздушных петель мы с вами набираем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 замкнули в круг 3 воздушные петли подъема и еще три столбика у нас будут 4 столбика 1 2 3 4 столбика и 2 3 воздушные петли 1 2 3 то есть в этот самый круг мы с вами вяжем 4 столбика вот такая схема 4 столбика 3 воздушные петли 4 столбика и вот такой квадрат 1 и уже потом мы с вами начинаем соображать как вяжется из чего складывать и где делаются при балочки до балочки получается первый квадрат из четырех групп по 4 столбика 3 воздушные петли мы с вами довязываем присоединяемся в самые самый первый столбик 3 воздушная петля и теперь смотрим что нам предлагает схема схема такова 2 3 воздушные петли это у нас подъем и относится к этому узору 2 воздушные петли между узорами 3 столбика причем первый столбик в столбик а 2 столбика идут всегда в каждом ряду 2 последних столбика идут в воздушную арочку 2 столбика 3 петли воздушные петли и 2 столбика всегда 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 и за счет этого идет нарастание давайте посмотрим что это значит что нам предлагает схему она предлагает 1 2 3 это петли подъема 2 воздушные петли это узор мы с вами пропускаем 1 2 столбика и в 3 столбик вот вяжем столбик 1 теперь парочку парочку мы с вами нам нужно прямо это запомнить мы будем всегда и всегда вязать 2 столбика и 3 воздушные петли это наш уголок такой вот мы его вяжем 1 2 и 3 столбик мы с вами вяжем тот который у нас уже есть теперь в центре у нас с вами два столбика мы их пропускаем воздушными петлями 1 2 и опять начинаем с одного столбика 1 мы столбик вяжем по факту а еще два добавляем там где у нас воздушная арочка вот то есть это нужно немножко сейчас голове уложить 3 воздушные петли и потом у нас узор пойдет как по маслу 1 столбик 2 стол 2 столбика 3 столбик мы вяжем столбик столбик 2 воздушные петли 1 2 внизу пропускаем 2 столбика и в 3 вяжем то есть вот такой вот у нас квадрат пока непонятный какой-то странный но мы обязательно все запомним и принцип поймем а когда у нас будет понятный принцип мы тогда с вами уже быстренько в голове уложим 1 2 3 наш узорчик то есть в арочку не задумываясь мы вяжем 2 столбика 3 воздушные петли 2 столбика всегда всегда в арочку потом вяжем столбик вот в итоге получаем 3 столбика 2 воздушные петельки внизу 2 пропускаем и последний столик мы опять с вами довязываем и так как у нас арочка мы уже по факту знаем что мы должны с ней сделать в арочку мы вяжем 2 столбика 3 воздушные петли еще два столбика и у нас с вами один столбик уже связаны в первый столбик вот наша задача просто к нему присоединиться раз два три то есть вот вот так вот все узор у нас вроде как бы до квадрат вроде бы несложный но тоже в то же время не очень простой давайте смотреть еще раз схема третий ряд точно также мы сейчас с вами как вязали так вяжем 3 петли подъема и 2 петли то есть 5 петель мы набираем всегда вот всегда всегда потом мы с вами вяжем по факту 1 столбик 2 3 те столбики которые у нас уже есть мы их вяжем 3 столбик и добавляем 2 воздушную арочку вот то есть с этого ряда ряда у нас уже идет идет только повтор 3 воздушные петли подъема где узор и по факту вяжем столбики давайте посмотрим как это 3 воздушные петли это столбик и 2 воздушные петли это узор теперь у нас три столбика мы вяжем 3 столбика по факту 1 2 3 а там где у нас арочка мы уже с вами знаем с прошлого ряда мы вяжем 2 столбика и 3 воздушные петли 1 2 3 опять 2 столбика 1 2 и 3 столбика который у нас есть то есть мы вяжем 5 столбиков 5 столбиков с каждой стороны с одним накидом 5 столбиков связали 2 воздушные петли мы вяжем всегда всегда вот как они у нас заложены изначально и опять 3 столбика 2 добавляем и получается что мы в каждом ряду с вами теперь за счет того что будем вязать в каждом уголочке 2 столбика 3 воздушные петли 2 столбика а эти столбики мы будем провязывать полностью за счет этого у нас будет идти прирост квадрата давайте свяжем третий ряд посмотрим как это выглядит вот такой квадрат у нас уже намечается то есть найти было три столбика и стало 5 3 столбика стала 5 и теперь у нас будут расти все время именно вот эти вот ряды и за счет этого будет увеличиваться наш квадрат 3 воздушные петли связали это наш уголочек по умолчанию 2 столбика мы всегда вяжем в арочку а потом столбики которые у нас есть нашим в этом ряду получается раз по факту столбик 2 а третье у нас уже связаны раз два три получается мы петельки посчитали прибавили все вот такой квадрат у нас с вами уже есть уже здорово теперь повторяем раз два три воздушные петли подъема две петли узора теперь смотрите ничего не меняя мы с вами просто-напросто вяжем те столбики которые есть раз два три но их то уже на два больше до 4 и 5 мы вяжем то есть в каждом следующем ряду мы провязываем те столбики которые мы добавляем и в каждом ряду добавляем опять по два столбика получаем не 5 а 7 вот то есть у нас вот такой клин будет 3 5 7 9 11 и так далее и вот такой мотивчик достаточно интересны согласитесь вроде как бы квадратный но не бабушкин квадрат а гораздо интереснее 3 воздушные петли мы вяжем опять добавляем два столбика и довязываем те столбики которые у нас уже есть согласитесь интересный до мотивчик квадратный мотив который можно превратить абсолютно в любое вязание это может что подушка наволочка коврик на табурет на стул на на пол ванну то есть это может быть абсолютно любым интереснее интересным мотивом 2 воздушные петли по умолчанию 5 столбиков и в центр арочки добавляя 2 столбика 3 воздушные петли 2 столбика вот такую красоту вяжем столько сколько нам необходимо схема очень простая мы с вами и начали вязать и я надеюсь что мы все сможем это освоить вязание что можно еще придумать пишите в комментариях такой вот мотив у меня получился немаленький и теперь пишите в комментариях что вы думаете я с этого буду вязать а я с этого буду вязать что-то очень интересное поэтому такой квадрат я выбрала не специально вернее наоборот такой квадрат я выбрала специально красивый легко вяжется хорошо смотрится конечно можно и подушку связать и коврик на табуретку там на стульчик и коврик ванну там и куда-то на пол квадратные мотивы очень интересно смотрятся но я задумала что-то совсем другое вот и пишите в комментариях как вы считаете куда можно применить такой красивый квадратный мотив всем приятного просмотра до новых встреч спасибо что досмотрели мой ролик до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии для меня это очень важно